Вопрос номер 28. Какой выдающийся русский путешественник, почетный член русского географического общества, является автором цитируемых путевых заметок? Несмотря на выходной день, в аудитории уже успели побывать несколько сотен человек, от школьников средних классов до студентов. Однако среди напряженных и думающих лиц можно было угадать даже преподавателей и учителей. Третий географический диктант проходил по всей стране. В Приморской столице интеллектуальный челлендж взяли под свое крыло преподавателей с кафедры географии Дальневосточного федерального университета. Для многих это уже не первый диктант по этому предмету. Так Евгений, будучи студентом-географом, уже третий год подряд проверяет свои знания. Вообще в целом вопросы достаточно, ну, намного сложнее, чем в том году были. И тут нужно думать. Надежда Алексеевна тоже имеет непосредственное отношение к предмету географии. Она учительница и принимала участие во всех диктантах. Для нее это своего рода профессиональный долг, исполняя который она доказывает собственную профпригодность. Преподаватель тоже отметила, что в этом году порог вхождения географического теста вырос в разы. Сегодня уже более высокий уровень ответов и нужно было немного подготовиться. Особенно вот эти космические снимки, это масштаб. Ну, не знаю, вопросы будут по времени. Это самые сложные вопросы, которые дети изучают в школе. И с возрастом эти вопросы, ну, человеку труднее даются при ответах. Впрочем, далеко не все участники пришли на географический диктант по собственной воле. И меня заставили сюда прийти на самом деле, ну, так, поддержать, как группа поддержки. Я по географии мало что знаю. Вот так вот. Организаторы мероприятия, преподаватели кафедры географии в школе естественных наук ДВФУ видят в диктанте не просто способ проверить себя и получить грамоту на память, но и нечто более глобальное и вполне конкретное. Ради того, чтобы выявить уровень знаний географической по стране, чтобы популяризировать географию как науку, как такую мировоззренческую дисциплину. По завершении основной тестовой части участников и победителей прошлогодних диктантов наградили призами и дипломами. Ну, а самые любопытные даже попросили у организаторов список вопросов, чтобы решать диктант дома и набираться опыта и знаний в этой непростой науке. Евгений Черемухин, Игорь Болтов, Новости на Восьмом. Евгений Черемухин.